Заслуженный тренер Республики Беларусь, выдатник народной осветы, выдатник физической культуры Советского Союза, еще это он, 85-годовый Михаил Звагевский. У этого списка гоноровых званий и узнагород можно дать так само нагрудные знаки за развитие олимпийского руха в Республике Беларусь и за развитие физической культуры. В 1963 году он начинал фактически с нуля. Директор новой спортивной школы со штатом у 6 человек и безвластной базы для проведения тренировок выкористовывали спортивные залы разных средних школ. Буденных школы олимпийских резервов узвели на пустыче, яких у середине 60-х еще хапало у центра города. На посаде директора Михаил Звагевский отпрацевал 40-х годов свой особливый рекорд сирот директору спортивных школ Беларуси. За этот час подрактованы 5 заслуженных мастеров спорту и больше 60 мастеров спорту международного класса. И такая личба на чемпионатах, попках, першинцах к свету, Европы и олимпийских гульнях выхованцами школы завоевано за 400 медалев. Не мне судить, что она сделала. Эта школа, но в ней подготовлено более 500 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Дети, воспитанники школы принимали участие во всех соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. И в актере школы сегодня есть все медали, кроме двух. Нет золотой и серебряной олимпийской медали. Это задача будущего поколения. Пополнить вот этот багаж. Тогда в школе будет полный комплект. Михаил Звайгельский – человек уникальный. А причаторинецкой работы он на протягу 25 годов вел передачу старта и финиша на Гомском телебачене. У якоси сценариста рихтовал массовые урочистости дорожных дат, от спортивных до историчных. По час святкования юбиляра отремливая у знагородной кветки и разом с коллективом школы Олимпийских резервов узгадывая минулые. За час, покой Михаил Звайгельский был директором установы, койкость тренеров-выкладчиков тут повеличилась о малю 10 разов. Сегодня это коллективу сдольны выражать задачи национального взрыва. Улица Падиминолга года спортсмены из Дюшар отремали серебряные медали по скачках на батуте на сусветных гульных у Болгарии. Зараз тут рихтуются до новых стартов. Сборная команда готовится на чемпионат мира по акробатике и готовится пару ребят на чемпионат Европы по прыжкам на батуте в ближайшей перспективе. Но я надеюсь, что медали будут. Готовимся. Олег Синчаров, Йорген Макейенко, телерадокомпания «Гоминг».